Участие в разговоре приняли руководители силовых структур. За последнее десятилетие регион вышел в лидеры по объемам жилой застройки. Только за последний год сдано почти 4,5 миллиона квадратных метров. Но есть и другая статистика. С каждым годом растет число зданий и домов, возведенных незаконно. Каждое третье разрешение на строительство выдано с нарушениями. Как следствие, в новых микрорайонах дефицит детских садов, школ, спортплощадок и зеленых зон. Сегодня в крае необходимы новые правила для всех участников стройиндустрии, заявил губернатор. Край всегда поддерживал застройщиков. И сегодня край тоже будет застройщиков поддерживать. Но только тех, кто будет соблюдать правила цивилизованной застройки, гармоничной застройки наших городов, станиц и хуторов. Застройка должна быть не только ради квадратных метров. Я вас умительно прошу, настаиваю и требую. Ни стороны власти, ни стороны строительного бизнеса нарушать сегодняшние правила, которые мы примем, никто не сможет. Не сможет. Еще раз подчеркиваю, ни за какие деньги. Прежде всего, в каждом городе должны быть разработаны требования к архитектурному облику здания. Отметил Вениамин Кондратьев. В частности, установлено ограничение по высотности. Разрешение на строительство жилых комплексов, по мнению руководителя региона, возможно, только если в проекте предусмотрены социальные инфраструктуры и зеленые зоны. А исполнение генплана города должно быть неукоснительным, напомнил губернатор глава муниципалитетов.